Всем добра, ребята, с вами Димас, рад приветствовать вас на канале Линкс. В танках уже две недели как закончилось новогоднее наступление, а я, как всегда, только сейчас соизволил выложить этот видос. Ну да ладно, в общем, мне довелось открыть пару десятков новогодних коробок, и я хотел поделиться с вами информацией о том, что мне из них выпало, и вообще, собственно говоря, стоит ли их открывать. Возможно, эта информация может кому-то пригодиться. В том году я также открывал коробки, не скажу правда точное число, но вроде бы 45 штук. И тогда я помню, с пятой коробки мне выпала немецкая ТСК, а с двадцатой итальянский Progetto 46. В этом году пятая коробка меня особо ничем существенным не порадовала, а выпадала лишь одна мелочь по типу игрушек и пару сотен голды. Кстати, я благодарен моушн-дизайнерам Wargaming'а за новую анимацию открытия коробок. Если так будут обстоять дела, скоро мой Ай-5, всплакнув, не захочет даже открывать клиент, не то что коробки. Ну так вот, на втором десятке коробок начали выпадать мелкие премиумные танки типа Panzer T-15 и Matilda Black Prince. Я особо не рассчитывал на то, что из коробок выпадет что-то стоящее, однако елку, думаю, все же стоило нарядить. Исходя из прошлогодних коробок, я вспомнил, что когда из них выпадает что-то существенное, при открытии появляется не золотое свечение, а голубое, которое, собственно, я и увидел, открывая двадцатую коробку. Я не был уверен, что мне выпал какой-то прем, потому что, насколько я знаю, это свечение сопровождает еще и выпадение какого-то 3D-стиля, который бы, кстати, вряд ли мне пригодился. Однако, совпадение это или нет, но в этот год снова с двадцатой коробки выпала эстеха, но на сей раз не итальянская, а французская. Кстати, игрушками, которые выпали мне из коробок, мне удалось нарядить почти весь ангар. Забавно, но до десятого уровня мне не хватило всего одной игрушки. Ну и, пожалуй, на этом все. Если вы тоже открывали новогодние коробки, поделитесь в комментариях, выпало ли вам что-то существенное. А с вами был Димас, добра вам и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok